Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы читаем воскресное Евангелие. Это Евангелие от Луки, 39-е зачало. Евангелие об исцелении дочери Иаира. Это Евангелие начинается с 8-й главы Евангелия от Луки, 41-го стиха и ниже. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти». Итак, мы видим человека, который, скажем так, из противоположного лагеря. Религиозные лидеры еврейского народа в то время отрицательно относились ко Христу. Они его в чем-то все время подозревали. А здесь не просто рядовой иудей, здесь начальник синагоги. Но у него серьезная проблема, у него большая беда. его дочь, которой было около 12 лет, она нуждалась в помощи, исцелении. И действительно, иногда ко Христу приходят люди, которые очень далеки от Него. Но когда эти люди не могут разрешить свои проблемы, они начинают искать разрешение своих проблем во Христе и со Христом. Они как бы инстинктивно чувствуют, что это личность, личность Христа. Это незаурядная личность. Это не один из многих великих учителей этого мира. Это действительно что-то божественное. Мы, христиане, знаем, что Христос есть истинный Бог и истинный человек одновременно. Но тогда, в те времена, о Христе ходили разные слухи, высказывались разные предположения. И в целом, религиозный иудейский эстаблишмент плохо относился ко Христу. Они могли видеть в нем конкурента, который бросал вызов их бизнесу, потому что он не один раз опрокидывал столы миновщиков, которые торговали, занимались обменом денег в непозволительной близости от храма. И так Христос изъявляет согласие пойти в дом Иаира, начальника синагоги, помочь ему. Когда же он шел, то есть когда Христос шел в дом Иаира, народ теснил его. Народ, который теснил Христа, это были самые разные люди, и у них были самые разные причины, почему они хотели подойти ко Христу как можно ближе. Это были и 12 апостолов, которые следовали за Христом, как его ученики. Это могли быть книжники-фарисеи, которые зорко наблюдали за всеми его действиями, прислушивались ко всем его словам. Это могли быть и просто любопытные люди, которые уже ранее слышали что-то о Христе, а сейчас они хотят посмотреть на Него, что называется, воочию. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением, 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тот час течение крови у ней остановилось. Итак, мы видим, Христос идет помочь девочке, которой 12 лет или около этого, а в толпе к нему пробирается женщина, которая 12 лет страдает кровотечением. И давайте посмотрим книгу Левит, 15 глава, с 25 стиха и ниже. Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет, во все время истечения своего, будет нечиста. Подобно как постель в продолжении очищения ее, и всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечистая это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, то есть к этим вещам, будет нечист и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Итак, здесь мы видим, что законы о чистоте были достаточно строгие, и то, что она вошла в толпу и пробирается к Иисусу Христу, это вызов закону Божию. Она нечиста, и как нечистая, она должна сторониться людей, а люди должны сторониться ее. Но она устала. Она не может уже оставаться в этой нечистоте. Она избучилась от этой нечистоты. Как многие из нас страдают и мучаются от осознания собственной греховности. Многие православные христиане жалуются, что когда они идут на исповедь, им приходится исповедовать одни и те же грехи всякий раз, когда они приходят к священнику на исповедь. И они чувствуют себя неудобно. Они чувствуют себя в состоянии вот этой нечистоты, греховной скверности, от которой они все уже устали. И эта женщина больше не может оставаться в таком состоянии. Она хочет пережить исцеление. Закон Божий против нее. Ибо закон Божий говорит, что она нечиста. И она не имеет права прикасаться к людям. А люди не имеют права прикасаться даже к ее вещам, с которыми она соприкасалась в своей собственной нечистоте. И что делает эта женщина? Она, подойдя сзади, коснулась края одежды его. Что же это за край одежды, которым она решила прикоснуться? В книге чисел, 15 глава, 38 по 40 стих, мы находим такие слова. «Объяви сынам, Израилевым, и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господние и исполняли их, и не ходили вслед в сердце вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим». Здесь мы видим, что в белой кисти вставлялась голубая кисть, которая должна была напоминать евреям о небесном происхождении тех заповедей, которые они получали от Бога. И вот эта женщина касается края одежды, то есть этих кистей, которые называются цицит, которые напоминают о заповедях, а эти заповеди запрещают ей так поступать. Почему же она дерзает? Она уже устала оставаться в своей нечистоте. Она уже не может оставаться в этой нечистоте. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тот час течения крови у нее остановилась. Тот час, то есть она в это мгновение ощутила, что произошло ее очищение. «И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне, когда же все отрицались, ведь вокруг него была огромная толпа, Петр сказал, и бывшая с ним наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне». Действительно, вокруг Иисуса Христа и Его Церкви всегда теснится какой-то народ, какие-то люди, у которых есть разные мотивы, почему они говорят о Христе, почему они приближаются к Его Святой Церкви. И не всегда эти мотивы вполне благочестивы. И как и в случае с Акхеем толпа мешала Акхею увидеть Христа, так и в случае с этой женщиной кровоточивой ей пришлось с трудом пробираться сквозь толпу. И Петр не понимает вопроса Христа, ведь многие касались Его, многие теснились вокруг Него, а Он спрашивает, кто прикоснулся ко Мне. Он имеет в виду ту, которая прикоснулась к Нему с верой и надеждой и благоговением перед Ним. Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тот час исцелилась. Христос силен исцелить всех нас от любой скверны. И в Первом Соборном Послании Святаго Апостола Иоанна Богослова третья голова, третий стих мы находим слова, «И всякий, имеющий сию надежду на Него», то есть надежду на Христа, что Он силен очистить нас и избавить от власти греха, «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он, то есть Христос, чист». Итак, праведность Христова, чистота Христа, источник нашего очищения и нашего собственного исправления, чтобы и нам всем ходить в обновленной жизни. После того, как она призналась, Он сказал ей, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Христос не осудил ее за нарушение закона. Христос сказал ей, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Он оценил ее порыв. Ибо заповеди даны не для смерти, а они даны для жизни. И какая же это была бы жизнь у нее, если бы она до смерти оставалась в этой нечистоте. А теперь она здорова. Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, то есть Иаиру, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Иногда мы отчаиваемся в спасении наших детей, внуков и правнуков. Иногда нам кажется, что они безвозвратно потеряны для Христа и Святой Церкви. Но ни в коем случае не надо отчаиваться, надо верить в возможность их исправления, даже если мы постоянно сталкиваемся с их агрессивным безбожием. И когда вот эти люди, некто пришел к Иаиру, начальнику синагоги, и сказал, «Не утруждай учителя, дочь твоя умерла», далее мы читаем 50-й стих, «Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». И мы не должны отчаиваться, что наши дети, внуки, правнуки, которые проявляют агрессию к религии, что они всегда будут оставаться такими, надо веровать, что их исправление возможно, и с верой молиться за них. Итак, Христос говорит, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Он укрепляет сердце Иаира. «Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, и Якова, этого было достаточно, по закону Моисееву, любое слово верно при устах двух-трех свидетелей, и отца, девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, «Не плачьте». «Она не умерла, но спит, и смеялись над ним, зная, что она умерла». Вот здесь мы видим, как резко плач переходит в хохот и смех. Почему? Речь идет о наемных плакальщиках. Это была такая профессия в те времена. Они дежурили рядом с домами, где кто-то был при смерти, и когда кто-то умирал, эти профессиональные плакальщики, они входили в эти дома и начинали рыдать, им за это платили деньги. «И смеялись над ним, зная, что она умерла». То есть, многие были свидетели того, что она умерла. «Он же, выслав всех вон, эти люди не могут быть свидетелями этого великого чуда, их сердца для этого не открыты. И, взяв ее за руку, возгласил, девица, встань, Тавифа Куми, девица, тебе говорю, встань». «И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть». Кто же может возвратить дух человека в его тело? Тот, который и вдохнул этот дух в человека. Как о сотворении первого человека, Адама, в Библии сказано, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Здесь Христос приоткрывает явным образом тайну своего божества. Он есть тот истинный Бог, о котором сказано в Библии, что мы им живем, движемся и существуем. И в окончании этого отрывка мы читаем, «И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем». Почему Христос запрещает рассказывать о происшедшем чуде? По той же причине, почему он говорит, что не надо метать бисера перед свиньями. не все люди готовы к тем истинам веры, которые открывает для нас Христос. Поэтому, когда мы хотим помочь людям, приобщить их к нашей вере, мы должны говорить им о начатках нашей веры и сразу как бы не предлагать им все догматы нашей веры. человек должен созреть до приятия догматов веры. Ибо Бог открывает себя людям и нам самим в той мере, в какой мы можем вместить. Итак, девочка ожила, 12-летняя девочка ожила, женщина, которой 12 лет страдала от кровотечия чисто. поистине во Христе нет ничего невозможного. Сама эта женщина кровоточивая, она не могла себя исцелить. Она издержала свое имение на врачей, но они не смогли ей помочь. Мертвая девочка не могла сама воскреснуть. Поистине, как Христос некогда сказал апостолам, человекам, это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. Христу, о котором сказано, что Христос и всегда во веки, возможно исцелить и очистить и даже духовно воскресить каждого из нас. Каждого, кто с искренностью обратится к Нему со словами надежды, на исцеление от язв греха. В нем источник нашего очищения, в нем источник нашего нравственного и морального воскресения и сегодняшнее воскресное Евангелие, которое как бы бросает вызов нашей совести, оно нам говорит, не отчаивайтесь, даже если вы оказались в крайне оскверненном состоянии, и это продолжается уже многие годы. Не отчаивайтесь и тогда, когда на вас поставили крест и сказали, что все, вы нравственный и моральный покойник. Христос силен очистить, исцелить и духовно воскресить. Особенно мы, имея родственников, имея друзей, которым хотим помочь, должны молиться за них, обращаясь ко Христу. Как этот человек, начальник синагоги и Аир, он переступил через свои предубеждения относительно Христа, которые существовали в иудейском эстаблишменте, и он проявил веру в Него, потому что он знал, если Христос не поможет, тогда никто уже не поможет. Ибо, как я часто говорю, мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто без Христа. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегент», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Храните себя, спаси вас Христос. 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 Христос.